что 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 еще раз тебя номинировали там я так рад на госпроме дагестана да за фильм про шамиля документальный двухсерийный фильм и когда это событие должно происходить там комиссии по моему в июне или в июле будет известно и по моему в августе там вручение вот я конкурирую с театром одним из театров дагестанских вот у нас там осталось по моему двое в этой номинации культуры но у них гамлет у них гамлет конечно но ничего 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 из за них мы будем болеть и за тебя будем болеть потому что родной дагестан но ты сейчас вот находишься где в москве или в дагестане сейчас в москве в москве вот был дагестане несколько дней ну к родителям ездил там сейчас вернулся в москву чем ты сейчас занимаешься я как обычно под последние полгода то что там рэпом музыку пишу там тексты на английском ну и как твои друзья относятся к твоему творчеству а вот я как раз хотел спросить что мне делать с моим другом он ну близкий друг вот он сейчас просто устроился программистом стал очень важным человеком вот и теперь я стал тунеясом в его глазах потому что я ему говорю ну как я же целый день пишу там много текста музыку не вылазили там из записи умер ну а чё деньги где правильно правильно он говорит но есть стадия выживания когда вот не знаешь как жить дальше чтобы заплатить за свет за воду и так далее а есть такие когда человек уже может писать он наверно на стадии выживание или он уже стадии эту преодолел и и все равно учит этому что надо именно только за деньги делать что-то и так далее ну вот это очень сложный вопрос же правда же очень много людей миллионы людей находится в этом поле это очень вопрос меня меня беспокоит больше не сам этот вопрос а то что это подтверждает то что он не верит то есть ну в то что я делаю то есть и ну типа иди там снимай там работы режиссером где-нибудь там но я просто знаю что в данной ситуации это будет тормоз к развитию именно вот если идти в телевидении какой-то конъюнктурную вещь мне хочется творить вот как ваши картины которые не зависят мне от таких рамок там и ну в общем ты правильно все говоришь тут просто вопрос острее острее чем мы сейчас обсуждаем дело в том что миллионы людей находятся на стадии выживания поэтому им понятнее например что любое творчество должно приносить деньги потому что они не свободны потому что они в стрессе бытовом стрессе точно также они зажаты как в обычном психологическом стрессе человек в боковых а ты сейчас декларируешь что я тоже хочу быть свободным хочу таким вот ну вот как раз таки вот нас будут смотреть сейчас очень много людей и захочется понять захочется понять как это ты добиваешься что ты себе позволяешь заниматься свободным творчеством даже близкий друг тебе говорит но ты делом займись вот как ты у тебя наверное квартира есть и у тебя свет оплачен меня все слава богу нормально в том числе потому что я ну раньше много работал в принципе не то что я там вообще нигде не работал просто делал какие ну проекты в разные да там какие-то выставки вот мы делали там куда рекламу снимал но это неважно но все равно говорит ты никогда не работал он все равно мне говорит то есть ты никогда не работал типа но я не понимаю в чем смысл как бы этого но я ни у кого не прошу как бы ни одну никому ничего не должен слава богу надеюсь так и будет а то я имею право то есть я могу я имею вообще право все что угодно и но тоже он так неровно вот этой идеи которые нам постоянно насаждается если ты умный где твои деньги да наверное не знаю он не видит он не видит смысл его в творчестве если она не приносит материальный это абсолютно точно абсолютно я думаю ни в чем не видит если не приносит загрузной может такой склад ума но сам то он когда работает в своем деле творческие работает у него может совпало просто вот это зависит от тренда вот например если мои произведения которые я пишу творческие свободно будут сильно востребованы я буду получать за это деньги все будут не только аплодировать правильно а если я буду как помнишь раньше художник который уход даже себе отрезал у него ничего я ему тоже говорил ван гога не одну картину не купили за жизнь самое главное попасть в тренд востребованности правильно поэтому она попал в тренд востребованности и считает что этот тренд один вот например программист получает деньги потому что сегодня программисты нужны я помню время знаешь какое когда я китай городская я с ней разочкой два три встречался она интенсивным обучением иностранных языков много лет много лет галина китай городская тогда так востребовано обучаться например иностранным языкам и все прямо рвались в эту школу потому что очень нужно было тогда люди начинали ссср открывался международных контактов появлялся время свободы люди ходить часа с разными людьми уезжать появилась возможность приезжать и все рвались и в эту школу обучение вот тогда тренд востребованности был на изучение иностранных языков я помню даже по телевизору тогда вот все рекламы шли если вы хотите там выучить иностранный язык там за три недели там и так далее вот тогда они все были на плаву да а сейчас другой тренд востребованности но это счастье когда все что ты делаешь с удовольствием оказывается кому-то нужно и тогда у тебя появляются деньги и аплодисменты ну вот поэтому говорят попади в нужное время в на ту работу и поэтому считаю что твое творчество вообще ничего не стоит уже не понимает сколько труда туда ты душевного и физического и сколько труда ты вносишь на то чтобы от таких друзей отбиваться объясняя им что ты не идиот правильно это что же большой вот это да это тоже вот это мешает как раз потому что ну когда человек не безразличный близкий как бы и обидно чуть-чуть становится потому что как бы то что ты в его глазах не типа непонятно кто видимо я не знаю я помню я когда в махачкале учился по потом работу когда в махачкале я все время уезжал москву потому что еще со студентских лет в мединституте там приезжал в москву и там делал доклады крупных институтов но это был такой период интересный потому что махачкале не было этих лаборатории моего профиля и вот я встречаю во дворе дома соседом его он говорит я чё тебе не видно я говорю да я неделю был в москве слушай чё ты туда сюда болтаешься ты вот делом хотя бы займись а я позавчера буквально доклад делал научно-сельском на очень высокую тему а он не сосед мой земляк вот в этот момент смотрит мне прямо в глаза ты гордил им займись что ты горит болтайся туда-сюда ты представляешь а мне же не хочется перед ним идиотом казаться а еще потом мои дети и олены шейла когда все соседи говорили что это ваш папа туда-сюда ездить чего делом не займется ты представляешь какая-то нагрузка психологическая когда человек находится на ну это в споре со временем споре с этими трендами востребоваться и так далее понимаете если вы просто идете на самую убогую работу утром и вечером и все видят что вы честно туда идете в девять и приходите то значит с вас взятки гладкие вот вы при деле там неважно что можно вообще ущерб приносите там в компании неизвестного ну как бы но такой совковый наверно тренд вот это старые формации всей вот работа на там начальство я не знаю что надо куда-то ходить чтоб что-то делать но сейчас конечно это ломается во всем мире но у некоторых людей остается немножко такое ну как а люди подумают они думают а вот если подумают что у меня вот этот друг даже ну как бы сами даже может быть ну еще за за других могут из-за этого стесняться ты знаешь что оказывается я так думаю почему вот и люди которые имеют хорошую визитку например профессор да тебе даже соседу не надо доказывать что ты не делать то визитку показал и он сразу понимает но это тоже понятное дело на же факт по одежке и встречают они на визитке можно написать не идиот показывают да конечно вот они говорят люди которые уже получили вот такую вот визитку в жизни и дольше живут потому что им не приходится отбиваться даже близких людей доказывать что они тоже нормальные люди просто они вот заняты своим делом своим творчеством то есть это общежитие людей где вот люди не свободны головой своей от этих штампов сколько им бедным приходится особенно людям которые в данный момент не в тренде в своей жизни тратить энергии поэтому они ломаются и болеют и стареют и выпивают и выпивают сколько художников пьяниц сколько артистов пьяниц сколько людей вообще ну я был на похоронах Олег Даль когда умер я потом помогал его жене Лизе и Ольге Борисовне тёще чтобы не выдержали вот этот вот напряг этот стрессовый а он же пил Олег Даль он гениальный актёр но он чувствовал что вот ну есть какая-то вот припозна когда он не может себя реализовать так как он хотел это Ваен Весоцкий пил поэтому почему он пил потому что такая бюрократия была что все его песни крутили по всем домам нелегально даже у больших начальников на кухне крутили которые его же и гнобили то есть это же ужас какой да в споре со временем в споре со трендами да это большая проблема когда даже большие великие люди которые потом по их творчеству я надеюсь но тебе же не хочется ждать когда ты как Весоцкий или когда как другие там уйдут из жизни тебя начнут прославлять вся планета тебе же хочется сейчас ты же молодой тебе хочется сейчас вот эту получить обратную связь с людьми даже самое главное самое главное от своих же друзей поэтому близкие люди они самые удары сильные наносят потому что они не ценят человек и человека они говорят что ты должен это делать должен это делать должен это делать по их представлению да и как ты с этим стрессом справляешься или ты просто не обращаешься а он меня зарядил я еще с удвоенной силой начал работать честно говоря да потому что ты как раз и есть у нас талант и почему я тебя люблю взаимно Хасан Ильич да потому что ты увидишь даже вот эти стрессы превращать всякие вот эти напряжения ну мне потому что скучно я вот кручу в голове ну мне скучно мне хочется делать что-то чего вот я не видел то что развивать жанр как-то экспериментировать ну вот потом клипы покажу у меня сейчас три клипа выходит как раз и я вам покажу прорекламируйте меня тоже а то у меня пока нету подписчиков особо ну давай прорекламируем мы как раз этим занимаемся что все участники ты же у меня в школе там находишься тоже конечно все я им обещал всем продвижение потому что все наши разговоры очень полезны для всех на всей планете сейчас мы новый сайт выдаем международную платформу для решения глобальных проблем человека и человечества и туда приглашаем всех людей чем бы они не занимались потому что каждый человек по своей природе творец и вот эти примеры о которых мы сейчас обсуждаем с этим многие сталкиваются как быть как быть в таких ситуациях вот очень интересно а ты бы не мог нам пару фраз пару фраз своего рэпа произвести так вот на самом деле я сейчас стоял перед тем как мы созвонились и где-то час прочитывал все в микрофон и понял что у меня накопилось безумное количество я даже вот не знаю можно выбрать какую-нибудь фразу давайте вы скажете страницу а я шестая шестая страница сейчас посмотрим шестая так тут могут быть нехорошие слова не надо тогда седьмая седьмая не 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 так то я прочитаю а вот например шестая страница там там же на английском там же на английском да давай а потом переведи да да at my home you can say салам шалом бунжур ни хао холло и конечно хэлоу в общем у меня дома ты можешь сказать и салам и шалом и бунжур и ни хао и хоть хэлоу в общем я ну это говорит о том что я не делаю различия между людьми не делю их на нации на вероисповедания вот и в общем рэп состоит из как раз а музыка какая там у тебя ты придумал какую музыку ну музыка на самом деле у меня есть великолепный младший брат расул который вот вот его сайт это это сайт они который только для рэпа хип-хоп у них еще есть много музыки которую они сами пишут а это их как поблизи покажи ну вот тут он вот это все и музыка которую они пока написали если кому будет интересно как они увидят там же не видно почти ничего приблизи это самое чтобы видно было куда тут название сайта такое ноутин и тэниел это очень сложно наверное будет написать но можно перепечатать да магомед я тебя очень прошу ты свой тоже покажи домен покажи свой чтобы кому это интересно все посмотрим а вот музыка я могу кусок своего клипа показать давай 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 я тут где-то в космосе сейчас вот я сейчас делаю простенький клип ну для девчонок там про любовь там но меня тут пока нет тут пока только актрису вот а то что я до этого доделал это вот в космосе где я в космосе сейчас я его открою покажи мне там очень столько файлов я всю графику тоже сам делаю поэтому очень долго тебе говорит что ты ерундой занимаешься да ну он так не говорил но просто говорит что я ничего не делаю что я без денег вот вот ну в общем это будет клип про то как я прилетаю на землю из будущего это 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 сейчас там твое было видео да и этот вот молодец вижу смотри как ну покажи покажи вот этот космос и у меня начинается внутренняя борьба я на ковре самолете лечу там вот а потом я вылетаю и начинаю драться сам с собой ну тут о том что земля опасный вирус и я прилетел чтобы сберечь галактики от людей которые потенциально опасны вот и в то же время я же играю защитника который ну слушай а где ты космический костюм ну слушай а это я это там я нашел в костюмер наверное тебе в конце в общем я в общем я победил и все ну хорошо мы все посмотрим ты когда его сделаешь уже чтобы мы все посмотрим ну он почти готов и вот это почти тянется уже месяц там по графике где-то нужно дорезать вот я один кадр весь день сегодня обрезал потому что мы там со светом накосячили потому что не ну дорого осветителей брать профессионально из-за этого приходится потом все это чистить там обрезать тень удалять это же все как ну хромакей а-ля голливудское кино магомедия пикчерс дагестан продакшн молодец 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 давай мы тебя будем ждать когда ты нам покажешь готово в виде это уже давай и очень ждем и потом еще раз поговорим давайте чтобы чтобы я его закончил наконец договоримся что вот сейчас десятое так мне нужно будет и в общем двадцатого будет премьера давай мы за тебя держим два кулака так что давай до встречи все я обещал Хасай Магомедович давай до встречи и несколько раз делай несколько раз делай упражнения это я целый день делаю целый день делаю я работаю десять пятнадцать минут встаю минуту все разминаю все ваши упражнения буквально две-три минуты сажусь обратно и это вот как помодора сейчас известная техника наверное знаете я к ней подключаю ваши упражнения это для работы просто идеально идеально ну ты себе такое подобрал отлично давай у меня вот таймер есть вот этот и он мне отсчитывает каждые двадцать пять минут и потом сам перерыв ставит вот для всем кто работает супер вещь отлично спасибо Магомед дома привет и тунеядцам тоже и тунеядцам тоже до встречи успехов пока Хасаги до встречи